Уважаемые подписчики, сегодня я бы хотела поговорить с вами о гликемическом индексе. Идею об этой теме навел мне вопрос одного из подписчиков, чему я очень благодарна и призываю вас писать в комментариях ваши вопросы, пожелания, темы, которые бы вы хотели, чтобы я осветила в последующих стримах. Вопрос гликемического индекса я бы хотела осветить не в качестве пекаря, а в качестве совсем другом, а именно в качестве персонального тренера и в качестве специалиста по фитнес-питанию, кем я являюсь. Я являюсь сертифицированным персональным тренером и сертифицированным специалистом по фитнес-питанию от Американского совета по физической культуре. Именно в этом качестве я хотела бы поговорить с вами о гликемическом индексе, а именно о гликемическом индексе зерновых продуктов, так как занимаюсь я в основном все же пекарством. Ну, начнем с того, что такое гликемический индекс. Гликемический индекс – это показатель того, как быстро повышается уровень сахара в крови в течение двух-трех часов после того, как человек поел или попил. Изначально концепция гликемического индекса была разработана для людей с диабетом, для того, чтобы они легко могли оценивать влияние продуктов питания на уровень сахара в крови и таким образом навигировать и управлять своей болезнью. Гликемический индекс относится исключительно к продуктам, содержащим углеводы. Поэтому любой продукт, содержащий углеводы, имеет свой гликемический индекс, который можно рассчитать. За основу шкалы гликемического индекса берется значение 100. Вкратце можно сказать, что продукты с низким гликемическим индексом содержат много клетчатки и мало сахара, а продукты с высоким гликемическим индексом, соответственно, мало клетчатки и много сахара. Именно поэтому за основу отчета шкалы гликемического индекса взяли белый сахар или белый хлеб, который приравняли к 100. То есть весь отчет идет именно от значения 100. Вся шкала делится на три основные группы. То есть продукты питания с высоким гликемическим индексом, низким гликемическим индексом и, соответственно, средним гликемическим индексом. Продукты с высоким гликемическим индексом – это все те продукты, которые имеют значение от 70 и выше. Продукты с низким гликемическим индексом – это продукты, имеющие значение 55 и ниже. И все остальное – это, соответственно, продукты со средним гликемическим индексом в значениях между 55 и 70. Как понимать гликемический индекс? Ну, например, возьмем обычное яблоко. Гликемический индекс яблока равен 38, то есть это продукт с низким гликемическим индексом, потому что в нем мало сахара и много клетчатки. 38 означает, что повышение уровня сахара в крови после употребления яблока составляет 38% от того же повышения уровня сахара в крови, если бы человек съел, например, такое же количество углеводов, которые содержатся в яблоке, но они были бы, например, в сахаре или в белом хлебе. Для нас интересен вопрос гликемического индекса злаковых. Как я уже говорила в нескольких предыдущих видео, углеводы различаются на простые и сложные, и гликемический индекс является непосредственным отражением этого различия. Если мы возьмем цельное зерно, то гликемический индекс такого продукта будет наименьшим, то есть он будет самым полезным. Если мы смелим это зерно в крупку, то есть еще не в муку, но в крупку, гликемический индекс этого изделия повысится. Несмотря на то, что мы продолжаем иметь дело с цельным зерном, но за счет того, что оно прошло одну ступень переработки, гликемический индекс повышается. Это означает, что вашему организму требуется меньше усилий для переваривания, и поступление сахара в кровь будет более быстрым. В отношении злаковых можно составить иерархию гликемического индекса в зависимости от того, насколько эти злаковые подверглись переработке. В общих чертах можно сказать, чем больше степень переработки, тем выше гликемический индекс. То есть, чем больше продукт подвергся манипуляциям, тем гликемический индекс будет выше. Если мы возьмем, например, пшеницу, цельное зерно, то гликемический индекс этого продукта будет наименьшим. Вот я здесь подготовила примеры овсяных хлопьев, но это могут быть хлопья любого злакового, потому что принцип будет один и тот же. Если мы возьмем цельную овсянку, например, то гликемический индекс ее будет самым низким. Если мы сделаем из овсянки рубленое зерно, гликемический индекс такого продукта будет уже несколько более высоким, чем гликемический индекс цельного зерна. Если мы возьмем, например, хлопья, вот у меня здесь хлопья цельные, интегральные, если вы посмотрите, то вид этих хлопьев очень грубый. Это значит, что гликемический индекс этих хлопьев относительно низкий по сравнению с гликемическим индексом, например, хлопьев, которые более мелкие. То есть вашему организму потребуется больше энергии для того, чтобы переварить более грубые хлопья по сравнению с более мелкими хлопьями. Ну а если мы возьмем хлопья, например, мгновенного приготовления, то гликемический индекс таких хлопьев будет просто огромный. Для примера скажу, что гликемический индекс хлопьев мгновенного приготовления равен 83, а это значит, что они уже находятся в категории продуктов с высоким гликемическим индексом. И это несмотря на то, что мы продолжаем иметь дело с тем же самым зерном. Но за счет того, что оно подверглось нескольким ступеням манипуляций, вашему организму становится все легче и легче переваривать этот продукт. И, наконец, последним продуктом, самым неполезным, скажем так, самым вредным в нашей иерархии зерновых, являются хлебцы. Несмотря на то, что они могут быть сделаны из цельного зерна, как вот здесь, например, написано из цельного риса, они могут быть сделаны из цельной кукурузы, из цельного пшена, из цельной пшеницы, ржи и все, что угодно. Но за счет того, что они подверглись наибольшей степени манипуляции, такие хлебцы практически равны сахару или белому хлебу. Гликемический индекс хлебцов, несмотря на то, что они сделаны из цельного зерна, будь то рис, овес, пшеница, кукуруза, все, что угодно, гликемический индекс такого продукта равен 96. А мы помним, что гликемический индекс сахара равен 100. То есть, употребление такого продукта в надежде на то, что это цельный рис, и вы делаете себе пользу, на самом деле, это соответствует тому же, что вы съели бы чистый сахар или кусок белого хлеба из абсолютно белой муки высшего сорта. То есть, подводя итог, можно сказать, что иерархия гликемического индекса в отношении злаковых строится на степени их переработки. То есть, даже если мы имеем дело с цельным зерном, будь то пшеница, овес, рис, все, что угодно, если это зерно подвергается переработке, то чем выше степень переработки, тем выше гликемический индекс. Несмотря на то, что это зерно, которое подвергается переработке, остается цельнозерновым. Это исключительно важный пункт. Его следует очень хорошо усвоить и запомнить, особенно людям, страдающим диабетом и избыточным весом, потому что качество углеводов напрямую влияет на уровень сахара в крови и, соответственно, на выброс инсулина. То есть, гликемический индекс характеризует не количество углеводов, а их качество. То есть, употребив белый хлеб и употребив ржаной хлеб, человек получит одинаковое количество углеводов, но качество этих углеводов будет значительно отличаться. Выброс сахара в кровь после употребления белого хлеба будет значительно выше, чем выброс сахара в кровь после употребления ржаного хлеба за счет того, что гликемический индекс ржаного хлеба значительно ниже. А это значит, что выброс сахара в кровь после употребления ржаного хлеба будет более медленным, что будет означать более долгое чувство сытости, что, естественно, позитивно скажется на регулировании веса. Уважаемые подписчики, я надеюсь, что вы получили пользу от этого эфира и познали для себя что-то новое. Если этот эфир был вам полезен, я буду признательна, если вы поделитесь ссылкой на него в своих социальных сетях, подпишитесь на мой канал, поставите лайки, а также напишите в своих комментариях, какие еще темы вам были бы интересны и полезны для освещения в последующих эфирах. На этом я с вами попрощаюсь и желаю вам всего самого и наилучшего, а главное здоровья и вкусного и пышного хлеба. Всего хорошего!